Приветствую вас, Карина. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вы пишите, мне неприятно, что у меня бросила подруга. Смотрите, давайте сразу мы с вами постараемся определить то, чем именно вам неприятно. То, что она вас бросила, вот именно, конкретно вам, всем этот момент неприятен. То есть, как конкретно вы, конкретно вы, ну, восприняли её действия, да, её поступок, вот как? Как это конкретно вами воспринял? Вот, мне кажется, это очень важный момент на самом деле для вас, потому что он, момент я имею ввиду, указывает на, ну, на различные аспекты ваших, ваших, например, вашей, например, неуверенности в себе, ваших страхах, ваших может быть даже сомнениях. То есть, вот вы, допустим, на свой счёт, да, вы восприняли действия подруги, ну, я так, по крайней мере, думаю, что вы восприняли нашу счёт. Я могу здесь, конечно, ошибаться я могу быть здесь, конечно, не прав, но мне так вот показалось. Вот, исходя из того, что вы, ну, исходя из того, что вы написали, исходя из того, что вы описывали. Вот, поэтому я думаю, что нужно сначала обязательно разобраться в том, как вы восприняли, и как вы восприняли то, что ваша подруга сделала, вот. Как вы себя почувствовали, как вы это восприняли. Вот. Далее вы пишите, в этой жизни у меня таких случаях, я не знаю, как быть дальше. Ну, тут не совсем понятно, что вы имели в виду. Может быть, вы хотели сказать, что у меня в жизни такие случаи были и раньше. Вот, по крайней мере, мне так вот показалось, что вы хотели так сказать. Если у вас такие случаи были и раньше, то нужно здесь действительно в этом направлении работать, потому что, ну, очевидно, есть какая-то определенная модель поведения у вас, так называемый родительский сценарий, и вы можете изучить эту тему самостоятельно в интернете для того, чтобы лучше отдавать себе отсчет в том, что происходит. А вот, значит, то есть, тут вот такая история. Тут вот такой момент, на мой взгляд, да, это очень важный момент, это очень важная история, и, соответственно, чем лучше вы ее для себя поймете, тем лучше будет для вас, соответственно, соответственно, да? Вот, значит, что касается того, что вы описываете дальше. Вы пишете, так, просто не умею подбирать подруг. Ну, опять же, что значит не умею подбирать подруг? То есть, вы, допустим, подбираете подруг, ну, к примеру, исходя из, ну, из определенных каких-то критериев, да? Вот, например, это общие интересы ваши и так далее. То есть, тут нужно исследовать, по какому принципу вы выбираете подруг для себя, да? Что вас объединяет и связывает. Дальше. Ага, простить или идти дальше? На самом деле, на самом деле, то, что вы, вот, говорите, да, по поводу, ну, того, что делать, да, то есть идти дальше там или нет, или простить, например, как вот вы говорите. Это, на самом деле, практически одно и то же, ну, 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 не много, не много, не мало, да, это практически одно и то же. Потому что у вас нет выбора, кроме как, кроме как простить, если вы, если вы хотите идти дальше, если вы хотите идти дальше. Вот. То есть, вы не сможете идти дальше, если вы не простите человека. Вот. При, ээээ, при всем желании вы этого сделать не сможете никак, к сожалению. Вот. Поэтому, ээээ, тут такая вот история. С другой стороны, с другой стороны, вы можете, ээээ, простить человека только в том случае, если вы примите, ээээ, его полностью, если полностью примите, ээээ, позицию, ээээ, ну, 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 ее, в данном случае. Подруги тоже своей. Но, ээээ, только в этом случае вы сможете, ээээ, ее простить. Ээээ, невозможно, ээээ, простить, да, невозможно простить, ээээээ, из кого-либо, ээээээ, не приняв человек таким, как он есть. И, значит, ну, приняв его, не приняв его поступок. Вот. Поэтому такая история тоже, на мой взгляд, имеет место быть. Вот. И тогда вот мы можем идти дальше. Далее, эм, так, эм, значит, лучше расскажу. На выходных я уехал в Суму-Управне в гости, чтобы провести с ним время. Так мы долго не виделись, только около месяца. Эм, есть у меня здесь такое ощущение, что вы как будто бы, ну, не знаю, оправдываетесь, эм, что ли? Эм, вот, эм, такое у меня возникло, эм, впечатление, что вы оправдываетесь. Я не думаю, что вам нужно это делать. Ну, в смысле, оправдываться. Вот, поехали, 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 и поехали. Это ваше право. С другой стороны, вы пишите, что ничего не сказали ей. То есть, ничего не сказали подруги. Вот, и это, конечно, важный момент, эм, почему не сказали ничего. Боялись, что она воспримет как-то, эм, ну, негативно, эм, вот, ну, ваше, эм, ну, ваше действие, ваш поступок, эм, или как? То есть, вот, эм, какова причина, что вы ничего не сказали, эм, ну, своей подругой? У этого же, эм, есть, эм, я так думаю, какая-то причина, вот, опять же, опять же, эм, статия какая, статия какая, вы, эм, не обязаны говорить. Подруги, своей, были, ничего, возможно, но, раз, вы об этом написали, что, типа, вот, я, эм, ей не сказала. Ну, значит, возможно, вы, эм, ну, считаете или чувствуете, что должны были ей сказать об этом. Если вы считаете и чувствуете, что должны были ей об этом сказать, то, значит, у вас, может быть, может быть, есть чувство вины, эм, ну, вперед подругой. Если есть чувство вины, то очень важно, эм, понять, из-за чего оно. Такое у меня складывается впечатление, что вы, эм, не особо доверяли. По этой подруге. Ну, так, по крайней мере, мне это, ко мне это видится на данный момент. Дальше идем. Так. Значит, на выходных я ей ничего не сказал, она ушла на работу. На выходных я видел фотографии, что она уехала к подруге, потому на прошлых выходных она с ней уехала, не сказав мне ни слова, не сказав, что они подружились. Хотя моя бывшая подруга за спиной говорила плохие слова в ее адрес. Так, кто к кому ехал, не очень здесь Карина, понятно, но, эм, получается так, что вы не сказали своей подруге о том, что поехали к, эм, мужчине. Эм, э, потому вы ей не сказали об этом. Что она не сказала вам, randomly поехала к подругу. Вот так это выглядит это. Эээээ, ну, пока что. Я бы очень хотел быть небрав здесь, но пока что все выглядит таким образом, что вы просто захотели отомстить, ну, подруге. От обиды на нее вы не сказали ей, что куда-то собирались. Так же, вы, вероятно, как-то вот, приревновали ее своей бывшей подруге за то, что она поехала к ней, вас не поставили в известность, вот, и наплевав, я так понимаю, на то, что та говорила про нее не очень хорошая вещь. Хотя, это, опять же, вопрос, ну, на мой взгляд, это вопрос о том, почему вас это беспокоит и почему вас это волнует вообще, что страна куда-то приехала и так далее. Дальше, так, эм, и когда я приезжаю после выгарничной учебы, она заходит в комнату, мы с ней живем в одной комнате, а она со злым выраженным лицом, наверное, вы это хотели сказать, я с ней поздоровался, она нет, и она со мной разговаривает, и с другой соседкой тоже. А соседка-то ей что сделала? Она на нас огрызается, и ходит, как будто королева, орет, что мы поставили, на ее покрывало весь. Ну, знаете, вы спрашиваете, как быть, да. Вот, для начала, наверное, рассмотреть то, почему, именно, почему вы на свой счет принимаете то, что она вам сказала. Ну, то, как она себя видела. Вот. Вот у меня есть такое ощущение, что вы это принимаете просто на свой счет. В том, что, как файм, это, ну, совершенно очевидно, что он не относится по той простой причине, что, либо это, по-русски такая обидчивая, либо у вас нет отношения, ну, изначально не заладились. То есть, изначально отношения ваши складывались нехорошо. Так вот мне это видится, исходя из того, что вы пишете, исходя из того, что вы пишете. Ну, и, соответственно, соответственно, как быть, чтобы что, Карина? То есть, что вы хотите получить-то? Что вам нужно-то? То есть, если вы хотите, чтобы с подругой у вас, к примеру, чтобы все было хорошо, если вы так хотите, если вы этого хотите, это одно, одно. Если вы хотите разобраться в себе и понять, почему вас это так задевает, ну, это немножко другое. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. По моему мнению. Вот. Сейчас это выглядит просто так, что вы не хотите самостоятельно принимать решения и прикладываете ответственность на, ну, в данном случае, на нас. Вот. На психологов, собственно говоря. Вот. Что я не вижу чем-то хорошим, что я не могу воспринимать как что-то позитивное. Вот. Ну, просто-просто, потому что вашу проблему это не решит то, что вы так себя, например, ну, то, что вы так себя ставите. То, что вы так, к примеру, относитесь к себе. Вот. Такой вот момент. Вероятно, она никогда не была вашей подругой. Вероятно, вы действительно ошибаетесь с выбором подруг, но вопрос заключается в том, на самом деле, в чем, ну, в чем конкретно. Вы ошибаетесь. Понимаете? Мне кажется, это более такая важная история, потому что человек делает ошибки, как правило, когда чего-то хочет. И хочет, ну, достаточно сильно. Вот. Вот. Вероятно, 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 вы чего-то хотите. Вот. Вероятно. И, вероятно, хотите вы чего-то, ну, этого чего-то, ну, достаточно сильно, чтобы совершать, ну, такие вот действия, которые вы совершаете снова и снова. Ну, в этом, в этом ничего плохого нет. Но лучше, если вы будете более, скажем так, тонко отдавать себе отсчет в том, что происходит. Более тонко понимать, что вы делаете, как вы делаете, почему вы делаете и так далее. Вот. Мне кажется, что это очень, ну, очень важно для вас, по крайней мере. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезным для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо. Спасибо.